Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Илой. Ценителям Прога это название может сказать многое, но вот тем, кто далек от глубин жанра, имя этой немецкой группы может оказаться лишь пустым звуком. Но для того я и выпускаю свои ролики, чтобы знакомить вас с хорошей музыкой. Илой – это как раз жемчужина последней трети 20 века. Найдет ее не каждый, но те, кто отыщет, будут радоваться и ценить. Группа очень самобытна и где-то непредсказуема для тех, кто пытался загнать их в некие рамки. Только один момент у них не изменен – гитарист Франк Борнеман, создавший группу и пребывающий в ней во все периоды их творчества. Когда ганноверский парень Франк Борнеман основал Илой в 1969 году, он назвал группу в честь героев романа Герберта Уэллса «Машина времени», где Элой – название одной из рас людей в далеком будущем. Ему хотелось играть свои собственные сочинения, что в то время в Германии было довольно самоуверенной идеей. В итоге он нашел свой первый состав, который захотел пойти с ним по этому пути. В то время там находились певец и пианист Эрик Шривер, гитарист Манфред Вечерки, Вольгат Штекер на басу и Ельму Драхт на барабанах. Группа таким составом выиграла региональный конкурс музыкальных групп и таким образом получила возможность сделать свои первые студийные записи. И вскоре они записали свой первый альбом со звукорежиссером Кони Планком, который в то время работал с Крафтверк и Скорпионс. Кельмута Драхта, который долгое время не мог играть после серьезной автомобильной аварии, заменил Фридс Рандом. Эрик Шривер не согласился с решением посвятить себя исключительно музыке и покинул группу. И в итоге пение взял на себя сам Франк Борнеман. А Манфред Вечерки сменил инструмент. Орган должен был расширить инструментальный спектр и лучше вписаться в музыкальные планы группы. Второй альбом был записан уже в этом составе. Это изменение направления оказалось успешным. Теперь можно было распознать четкий музыкальный профиль, синтез сферических звуков, пульсирующих ритмов, мощных гитар и сложных концертных аранжировок. Следующий альбом был записан с новым басистом – Лутиеном Янсеном. Альбом закрепил успех, однако довольно роковый материал не был воспринят группой как музыкальный прогресс, и они перешли к более обширной теме. Следующим стал первый концептуальный альбом. Там некий Джейми, сын одного ученого, пробирается в лабораторию отца, пробует какой-то экспериментальный препарат, и тот переносит его в прошлое. Джейми оказывается в 1358 году, где знакомится с молодой девушкой по имени Жанна, потом сближается с ней, провоцирует крестьянское восстание, а в конце концов находит местного волшебника, который отправляет его обратно в свое время. Продано было 30 тысяч экземпляров, и это стало хорошим поводом для звукозаписывающей компании отправить своих подающих большие надежды подопечных на гастроли за океан. Однако Франк Борнеман имел несколько иной взгляд на будущее своей группы, и по возвращению домой распустил ее состав в целью найти новых музыкантов. Поиски в короткое время увенчались успехом. Музыка стала еще более оркестровой, структурно разнообразной и атмосферной. Тексты нового барабанщика группы Юргена Розенталя сильно тяготели к мистическому и усиливали настроение музыки. Во время репетиции квартет написал материал для нового альбома. Он рассказывает историю человека, который после внезапной смерти возвращается в наш мир призраком, чтобы поговорить со своей любимой и затем раствориться в солнечном свете. Альбом появился в магазинах в 1976 году и сразу же стал большим успехом. Таким образом, почва для большого хита была подготовлена, и за этим последовал альбом с 1977 года. Этот альбом прекрасно уловил дух времени, с его синтезом атмосферной электроники, оркестровых рок-структур, а также эзотерической лирикой и вывел группу на вершину прогрессив-рока. Тема альбома – это последние дни Атлантиды, причем в текстах песен прослеживаются прямые параллели с холодной войной, и эти нравоучения, к сожалению, сейчас актуальны гораздо больше, чем хотелось. В 1977 году группа находилась на вершине немецких чартов, иногда даже опережая своих британских коллег «Дженезис» и «Пинк Флойд». Поклонники были полны энтузиазма, но критика во многих немецких СМИ, особенно в соответствующих журналах музыкальной прессы, была шокирующе негативной, иногда даже унижающей и почти агрессивно враждебной. Никогда еще на немецкой сцене группа не поляризовалась так сильно и не разделяла позиции публики и музыкальных журналистов так явно, как это делали наши герои. При создании следующего альбома между артистами возникла сильная напряженность. Юрген и Франк не смогли найти общий язык из-за текстов. Тексты Юргена оказались для Франка слишком разрушительными. Хуже всего было то, что их было трудно фонетически перевести в мелодии. Однако вскоре в условиях цейтнота в Кёльне была завершена запись. В музыкальном плане группе удалось реализовать свое звучание, но конфликтов между музыкантами не стало меньше. И вскоре после этого группу покинули Детлёв Шмидхен и Юрген Розентль. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем Телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Чуть позже Франк Борноман нашел новых коллег на оживленной музыкальной сцене Ганновера и записал очередной альбом. Через песни этой пластинки красной нитью проходит мысль о том, что все живое должно существовать в мире и гармонии. И мы должны передать своим детям этот мир в лучшем состоянии, чем он достался нам. Композиции альбома даже встретили одобрение прежних критиков. Тем не менее, было заметно, что часть публики предпочла бы услышать звучание и песни старой группы. Чтобы построить мост для будущих фанатов, а также по личным причинам, Франк начал искать идеи для еще одного концептуального альбома полностью в атмосферном звучании предыдущих работ. Эти поиски привели к созданию большого количества материала и Фрэнк стал думать о создании двойного альбома. Но под давлением звукозаписывающей компании было достигнуто соглашение о выпуске двух альбомов подряд. Музыка представляет собой смесь нового, более плотного материала и старых плавающих звуков. К сожалению, Илой все больше терял свою аудиторию. Современные вкусы изменились. Это сказалось на цифрах продаж альбомов и размеров залов на концертах. Утешением стал лишь один радиохит, который сумел утвердиться на вершине хит-листов и тем самым обеспечил повышенное внимание одноименному альбому. Во времена падения продаж и изменения вкуса в структуре группы стали очевидны диссонансы. Франк Борнеман вспоминает «Между мной и другими участниками группы возникла глубокая пропасть в том, как мы смотрели на нашу творческую работу и относились к ней». В результате достигнутых компромиссов появился новый альбом. Он отражает поляризующее влияние двух партий и вызвал неуверенность среди многих поклонников. Само оформление представляло собой совершенно другой образ и сигнализировало о сильных музыкальных изменениях. Большинство поклонников не смогли принять музыкальное содержание альбома, поэтому он не имел успеха. «Музыка» Было очень приятно после всего этого услышать альбом 1984 года о некой фантастической стране, по которой тоскует звездный скиталец. Музыканты словно разозлились на самих себя и выплеснули на пластинку мощный энергетический потенциал. Тяжеленный, чуть ли не забойный арт-прогрессив, к счастью, не разрушил фирменные структуры музыки. Диск оказался не только в ряду шедевров группы, но и стал новым словом в приостановившемся развитии арт-рока. Однако к этому времени интерес к этому жанру снизился до неприличия, и такие мастера, как «Дженезис», «Ес» и «Джет Ротал» уже исполняли хоть и высокого качества, но все же поп-рок. Таким образом, этот шедевр остался без должного внимания, и одна из очень немногих знаменитых арт-групп, не пожелавших идти на поводу у моды, распалась. Вокруг Иллой долгое время было тихо. После распуска никто не ожидал никаких признаков жизни, но творческая искра не угасла. В 1985 году Бордеман вместе с несколькими друзьями попробовал организовать новый проект с уклоном в индийскую музыку, но ничего не вышло. И лишь три года спустя он возродил Элой. Так как эта группа всегда была более студийной, нежели гастрольной, Франк обошелся лишь помощью своего нового друга, мультиинструменталиста Михеля Герлаха и техническими возможностями современной студии. Вдвоем они выпускают два альбома. Первый диск, названный именем египетского бога солнца, при всей своей красоте был все-таки попыткой повторить успех альбома ЕС в 83-го года. Был очевиден и музыкальный, и вокальный ориентир. Правда, удивил факт капитального роста Борномана как певца, не говоря уже о том, что исчезли даже намеки на акцент, но как следствие недостаточной искренности снова большая пауза. Однако следующий альбом получил большой резонанс. Фан-клуб группы, молчавший до этого много лет, завалили письмами восторга. Новый саунд пришелся настолько по душе любителям арт-рока, что, идя навстречу их пожеланиям, группа при помощи своих старых друзей и новых студийных возможностей переписала и выпустила в виде двойного сборника наиболее известные свои ранние произведения. И вскоре в свет увидели две компиляции с переработанным старым материалом, что вызвало новый всплеск интереса к группе. Более двух лет Борнеман и Герлак в сотрудничестве с поэтессой Дианой Баден тщательно готовили материал для нового альбома, который, по словам лидера группы, должен был стать одним из наиболее прогрессивных в истории ансамбля. Он появился в 98-м, но вторая часть океана оказалась намного слабее первой, и затем они пропали на 10 лет. только в честь 40-летия своего существования группа отметилась новым альбомом. При его прослушивании не возникает ни малейшего сомнения, что это тот самый Илой. Группа не изменила себе ни на йоту. Их музыка представляет собой все тот же психоделический, космический рок и вообще альбом вызывает много ностальгических воспоминаний и желание переслушать старые работы коллектива. Произошло настоящее воссоединение группы, которому не удалось избежать спроса на дальнейшую концертную деятельность. Тем более, что в 2011 году поступило приглашение из США выступить в качестве хедлайнеров на легендарном фестивале Нирфест. Хотя этот концерт не смог состояться, поскольку Франк Борнеман в назначенный день попал в больницу в результате серьезной аварии. Но осенью того же года группа выступила в качестве хедлайнера на двух крупных фестивалях в Германии. Огромный отклик на эти выступления, а также постоянные требования фанатов о дальнейших концертах привели к тому, что группа снова отправилась в тур. Однако после этого Борнеман решил посвятить себя давно запланированному проекту в стиле рок-опус по мотивам легендарной французской героини средневековья Джанны Дарк. Самая сложная на сегодняшний день работа в истории группы заняла почти пять лет и была выпущена как групповая версия на двух альбомах подряд. Оба альбома достигли высоких позиций в чартах, получили высшие оценки от многочисленных рецензентов, а не так давно вышла уже третья часть этой трилогии. Илой можно смело отнести к высшей лиге прок и арт-рока. И по моему глубочайшему мнению, это лучшая группа Германии, ничем не уступая Genesis, Yes, Pink Floyd или Jet Rattal. Она смело шла след в след с ними и их творчество в целом не менее значительно. Там же косменно. А песню ! ! Слава! Слава! Слава!